Я профессор и последние 20 лет занимаюсь вирусом папиллома человека, вопросами скрининга, профилактики и рака шейки матки, и предупреждение лечения дисплазией шейки матки. Вы будете стоять, слава, по-прежнему. Вот, значит, как я уже сказала, из Каролинского института. Это мой институт, это больница, где я работаю рядом. Каролинское, как мы сегодня утром пытались объяснить, перевода нет. А почему она называется Каролинской? Потому что солдаты раньше, они служили в армии короля Карла, и их называли Каролинами. И это был госпиталь военный, куда привозили раненых солдат, и так осталось название. На базе этой больницы организовался институт, которому недавно исполнилось 200 лет. Каролинский, это один из молодых университетов в Швеции. Ну вот, и я там тоже молодая, еще лет, наверное, 20 назад. Но думаю, что какие-то черты остались еще с тех пор. Так, какие вопросы я сегодня хочу поднять? Это, значит, скрининг. Это рак шейки матки, эпидемиология. Рак шейки матки, что такое скрининг? Почему он так важен? Немножко о цитологии, немножко о патогенезе, вебичье. И как мы ведем женщин с нарушкой дисплазии, с легкими дисплазиями. Дать немножко классификацию дисплазии. И также сказать, что нового у нас происходит. Так, поймите меня правильно, здесь не какое-то такое, что я буду показывать вам линии, как надо жить, как надо работать. Это просто, как я делюсь своим опытом. Опытом Швеции, опытом, может быть, Восточной Европы. А уже это ваше дело, как к этому будете относиться. Ну, несколько слов здесь, в такой аудитории, я думаю, нет смысла. Вы помните, что шейка матки покрыта и покровным эпителем, 23 рядов покровным эпителем. И внутри в тонале мы имеем цилиндр эпителем, цилиндр или железистый эпителем. И граница, которая между, вот эта область между цилиндрическим и покровным эпителем очень важна. Покровный эпителем – это один только слой клеток. И эта граница очень важная, поскольку вот это и есть зона трансформации. И туда вот и проникает вирус капиллома человека, который потом вызывает все те проблемы, о которых мы будем говорить. Вот снимок, который я сделала у себя в клинике. Молодая женщина, 33 года, которая посещала скрининг, которая ходила все время на контроле. И пришла к мне летом прошлого года, полгода после родов. И вот вы видите картина, которую, наверное, любой гинеколог тут же поставит диагноз, потому что это инвазивный рак шейки матки, который не обнаружился психологическими мостами. И после того, как ее прооперировали, и я ее встретила потом в отделении, и она меня спросила, ну а почему это так? Как так? Я же ходила каждый год. И вот я надеюсь, может быть, вот из моего рассказа сегодня выйдет, что мы делаем неправильно. Почему все-таки такие женщины встречаются на наших приемах? Ну, рак шейки матки – это большая проблема в мире. Каждый год заболевает более 550 тысяч женщин, и не 275 тысяч из них умирает. И 88% из этих женщин – это в развивающихся странах. Это цифра из 208 года. Рак шейки матки – он как бы в развивающихся странах стоит на втором месте. Как вы видите, здесь, вот, почему-то у меня не получается красный сигнал. Вот, вы видите, рак шейки матки – он стоит на втором месте после рака молоченной железы. То есть, в развивающихся странах, ну, а в развитых странах, там, где существует клиник, рак шейки матки, уже ушел и на 10-е, и на 11-е место. Вот, как вы видите, на этой карте то, что все зеленое – это, как говорится, хорошие цифры. Вы видите, как в Скандиналии у нас лежит, в Швеции, в частности, где, вот, я работаю, у нас цифры хорошие. У нас меньше, чем 9 на 100 тысяч населения, инцидент рак шейки матки. А вот такие, такие же цифры в Северной Америке, в Австралии, в странах Среднего Востока. Ну, вот, и тем не менее, 40 европейских женщин, это, мы считаем, восточную Европу, 40 европейских женщин умирает каждый день от рака шейки матки. И эти цифры просто, они нас пугают. И мы ищем новые пути, как бы найти новые пути, чтобы эта цифра уменьшилась, потому что эта цифра все-таки очень высокая. Вот мой коллега и мой близкий сотрудник Марк Арбин из Бельгии сделал такую карту, где он показал страны новой Европы. В Бельгии была опубликована статья Мартель, где он показал, опять же, как вот эти 540 тысяч женщин распределяется возрастной. Мы видим, что вот возраст до 50 лет, большинство женщин заболевает. И большинство этих женщин, конечно, 450 тысяч заболевают в странах, развивающихся странах. Что касается Швеции, инцидент или заболеваемость рака шейки матки 7,5, приблизительно 7 на 100 тысяч женщин. В Швеции рак шейки матки, как я сказала, это не такая большая проблема. Около 425 случаев на всю Швецию каждый год. 200 человек все равно из них умирает в этом заболевании. И выживаемость печерения, выживаемость рабочей экономики составляет 62%. Вот мои сотрудники вместе со мной сделали студию, проект, где мы анализировали за последние 100 лет Рак шейки матки, которые мы лечили в нашем госпитале, в нашей больнице. И мы разделили на две группы до скринина и после скринина. И получилось, что до скринина у нас было 5000 случаев, после скринина 1174, где рак попровного эпиделя шейки матки до скринина был доминирующим, а адематурсинома была только составляет 5,3%. Сейчас же цифры изменились, 75% рак попровного эпиделя шейки матки и 25% железистого эпиделя. Эти цифры нет только у нас в Швеции, это во всей Европе. И ответа на этот вопрос у меня сегодня нет. Почему это так происходит? Вот один из моих тоже коллег сделал такую прекрасную таблицу. С тех пор, как скринин был веден в Швеции, вы видите, что заболеваемость начала падать и уменьшилась на 60%. Но что не изменилось? Мы видим, что адематурсинома или рак железистого эпиделя, он как лежал приблизительно на одной и той же прямой, так он и лежит. Где-то и увеличился в последнее время. Ну и сама мортальность или заболеваемость, она, конечно, тоже очень сильно увеличилась и уменьшилась. Вот одна из таблиц, которую мы сделали, тоже разделили. Здесь рак шейки матки с 2009 года, который у нас обнаружился в Швеции. Мы их разделили на различные возрастные группы. И вы видите, что максимум вот сначала одна волна, это здесь вот женщины молодые, 30-летние. И потом идет немножко спад. И вторая волна, где увеличивается рак шейки матки, это женщины после 60 лет. Вот это то, что Инна Анатольевна показывала. Как же нам предотвратить это заболевание? У нас в Швеции существует скрининг. Чтобы вам объяснить, что такое скрининг. Я вот, когда говорю о скрининге, в моих глазах, в моих мыслях, это вот эта решетка. Это вот как будто, если вы представляете, золотые приски. Когда моете вот это золото, и вот на этих, вот там я вспоминаю эти фильмы, когда люди стояли вот с такой вот как бы решеткой, и вот мыли вот эту воду, и на этой решетке оседали эти золотые зерна. Вот это и есть скрининг. Когда вы через эту решетку пропускаете здоровых женщин, и те, у которых есть какие-то изменения, они застревают на этой решетке. Это вот наше золотое зерно. Иногда оно может проскочить через эту решетку. Поэтому очень важно этот контроль повторить еще раз, и еще раз. То есть, чтобы все-таки вот это зерно где-то на каком-то этапе нам его выловить. И когда наши женщины, шведские женщины, получают письмо, что у вас найдено изменение, это тоже очень большая работа, и у вас, если этот скрининг начнется, то предстоит эта работа. Как объяснить этой женщине, что мы у нее нашли? Это рак или это предраковое заболевание? Чтобы она вот не была в таком вот состоянии, как вот эта одна из женщин. Или что вот, как у нас многие пациенты приходят и рассказывают, когда они уже, вот за эту ночь, она уже была на своих собственных похоронах, она видела, как ее будут хоронить, и так далее, и так далее. Мы должны думать о женщине, об ее психологии тоже. Ну, вот это я уже говорила, так что у нас в Швеции этот скрининг. Мы начинаем его с 23 лет, и каждые 3 года до 50 лет они автоматически получают приглашение на этот, прийти и сдать этот анализ. Анализ берется, конечно, не врачом, это берется акушеркой, акушеркой у нас обучаются. После 50 лет, до 60 лет, каждые 5 лет, и, к сожалению, после 60 лет, скрининг заканчивает свою функцию, у нас его нету. Но благодаря работе энтузиастов, таких как я и нам подобных, мне подобных, мы сейчас добиваемся у шведского правительства, разрешение и денег, естественно, на продолжение скрининга по ракушете Махни до 65 лет. Ну, что же, скрининг, это что? Мы выявляем предраковые заболевания, лечим их, и вот это нам помогает уменьшить инвазивный рак до того, как он разбился. Такие у нас тесты, раньше мы брали папу Николаеву на стекло. Я была одним из пионеров, который двигал очень сильно, начиная с 2000 года, жидкостную цитологию. Считаю себя мамой этой жидкостной цитологии. И с 2010 года, на этом ушло только 10 лет, и начиная с 2010 года, вся Швеция практически перешла на жидкостную цитологию. У нас в Швеции год берется около миллиона москов, где-то около 700 тысяч, из них 54 тысячи показывают популярные пионеры. Вот как они разделены здесь, есть, значит, 80% это так называемые малые изменения. Я о них сейчас буду говорить. Потом есть изменения, это, так сказать, обе теста классификации, они называются ХАСИЛ. Это вот серьезные изменения, и железоизменения только 2,5%, ну и слава богу. Но вот эта большая группа малых изменений шеи и матки, она забирает все наши ресурсы. И среди них может быть все, может быть и ничего, а может быть и рак, и инвазивный рак, и серьезные изменения. Вот несколько слов о классификации. Значит, сейчас и Швеция, и, в общем, весь Западный мир переходит на БТ-100 классификация. И там, значит, вот эти изменения, они называются СИЛ, СФАИЛС и Интраэпитериан ЛИЖНС. И они могут быть ЛОУСИЛ, это, так сказать, низкие изменения, и высокоградные изменения ХАЙСИЛ. Еще есть такая группа АСКУС, это, то есть, непонятные изменения. Там могут быть реактивные изменения, или там могут быть и серьезные технологии. То есть, это не цитологический диагноз. Ну, это мы можем пропустить. Вот интересная картина. Как же рак шейки матки? Что мы говорим нашим пациентам? Нельзя сегодня вечером пойти лечь здоровым, завтра утром у тебя вдруг обнаружится рак шейки матки. Рак шейки матки – это процесс. Процесс, который занимает 10-20 лет, чтобы его развить. И на некоторых женщинах проходят все эти этапы. Легкие изменения, более тяжелые, потом канцер или рак, инсити, как мы его называем, канцер, инсити, и инвазивный рак шейки матки. А некоторые могут только заразиться вирусом папиллом у человека, и это занимает, может быть, 8-10 лет, и у них уже инвазивный рак. Но то, что я хочу показать этой картиной, что многие изменения идут, они реградиируют. То есть, они уходят. Большинство изменений уходят. И для вас, гинекологов, это очень важно, что если вы находитесь в молодую женщину, 23 года или 22 года, и у нее легкие изменения в шейке матки, это не значит, что ее надо сразу оперировать, с ней надо что-то делать. Ее надо оставить и ждать, потому что 60% легких изменений идут, они реградируют. 40% даже средних изменений, они тоже идут в регресс. И 30% рак карсинома и сати тоже идет в регресс. Поэтому, но мы, к сожалению, сегодня, у нас нет маркеров, которые могут нам сказать, какая женщина разобьет рак шейки матки, а какая нет. Поэтому их нельзя отпускать из-под контроля. Что же у нас в Швеции? У нас есть еще тоже проблемы, над которыми нам надо работать. И это, как бы, покрытие населения контролями, вот этим скринингом. Европейский Союз нам рекомендует иметь покрытие скринингом 85%, у нас около 80%. Значит, у нас не все женщины, к сожалению, приходят. Хотя это все бесплатно, и, ну, не все это понимают, некоторые боятся нас, не хотят ходить. Вот, если думать о покрытии, это как покрытие населения. Это очень важно, чтобы вы следите на этой таблице, больше покрытия уменьшается. Охват. Охват, да. Охват уменьшается в рак шейки матки. Это естественно. Вот. Так, немножко о патогенезе. Извините, может, я быстро говорю. Тема обширная, времени, к сожалению, мало. Патогенез рака шейки матки известен. И вот этот человек, это профессор Горель Сюрхаузен, который в 2008 году приезжал в Стогольм для того, чтобы получить свою Нобелевскую премию в медицине и физиологии, за его гипотезу, которую он открыл и предложил, что рак шейки матки зависит вот от этого маленького вируса, вируса папиллома человека. И вот я имела счастье встретить профессора Сюрхаузена, иметь с ним дискуссии. И мы продолжаем по его стопам. И вирус папиллома человека, или ВПЧ, он обнаруживается в 99,9% всех раков, шейки матки. Ну, что еще интересно, что мы знаем, что студии показали, что более 80% всех сексуально активных женщин когда-то были заражены раком шейки матки, рак шейки матки, ой, извините, вирусом папиллома человека. И вирус папиллома человека, он передается не только путем секса, как мы его себе представляем, он может передаться через руки, через анальный секс или оральный секс. И об этом надо предупреждать и молодежь, и их, когда мы даем информацию женщинам. Но наша задача не искать, кто кого заразил, а наша задача работать с этой женщиной, делать наши усилия, чтобы ее вылечить от этого, если у нее есть какие-то изменения. Этих вирусов папиллома человека существует много, более 200 разных типов. Но нас, гинекологов, интересуют вот эти 15 типов, которые мы называем АРИСТ-ТАЙПС, то есть это типы высокого риска, онкогенные типы. И из них, конечно, очень важные это типы 16 и 18. Так же вот у нас как этот характер развивается. У нас есть этот вирус, который входит в трансформационную зону, который интегрируется в клетки хозяина, так называемой этой женщины. В этих клетках он начинает вызывать как бы продукцию генов Е6 и Е7. Это гены, которые входят в состав вируса. И когда этот синтез этих генов Е6 и Е7 начинает принимать очень большие количества, тогда блокируется ген Е53, то есть этот ген, который называется ТЮМОР СУПРЕСОР СУПРЕСОР ГИН, то есть который не дает ракам, и не только раку шейкмак, и вот раку эндометрию, раку яичников развиваться. Этот ген блокируется, и этот в свою очередь ведет к тому, что вся система коллапсует и рак начинает развиваться. Вирус по белому человеку выживает в 100% рак шейки матки, рак влагалища, прямой кишки в 90%. Если вы видите вот это шведское население, мы видим молодые девушки до 20 лет, у них очень высокая, мы находим высокую концентрацию или процент вируса по белому человеку, но это и ясно. Много партеров, много сексуальных партеров, и заражаются вирусом по белому человеку. Но рак шейки матки в этих возрастах мы видим мало. Но мы видим, что в 30 годах вирус по белому человеку у женщины начинает падать, поскольку в 30 годах заводится семья, как бы стабилизируется семейная жизнь, но в это время начинают возрастать рак шейки матки. То есть, если вы помните, там лицо, где я показывала, что рак шейки матки развитие его занимает около 15 лет, то если в вашем жизни активности с вами началась в 18, и в 15, то где-то в 33 годах рак шейки матки и здесь начинает доминировать. И следующее все здесь немножко в 39 годах успокаивается, инцидент рак шейки или падает. Чистота. Чистота. И вот опять небольшой всплеск после 60-ти. А что происходит с вирусом протилома человека? Он тоже всплескивает здесь, где-то возле 40 лет. Что происходит в это время у женщин? В это время, после 40-та, дети выросли, начинаются разводы, начинаются новые партнерства, новые сексуальные контакты. И, естественно, заражается вирусом протилома человека. И в этом нет ничего необычного. Это житейское. И вот этот тракт, который мы видим здесь после 60-ти, это результат вот этого. Я даже иногда своих женщин, я вижу женщину, там ей 62, я взяла, так, она. Я говорю, у тебя что, новый партнер появился? Да, я со своим рождилась, и я теперь новый. Ну, думаю, все, молодец, хорошо. Вирус получился. И что самое интересное, мы видим, что эта тенденция и что вирус папиллома человека имеется у более взрослого насилия после 50-ти лет. Это и в развитых странах, и в развивающихся странах. Эта вот таблица была показана на конференции в Сибири осенью прошлого прошлого Ну, я уже говорила, что вот очень важно, это, конечно, вирус 16-18, который в сердце 2% вызывает ракши и матки. Вот это такие плохие ребята. какие женщины рестабельны для того, чтобы развить штрафы и матки. Это, конечно, те женщины, которые инфектированы вирусом папиллома человека. Для нас в Швеции это те женщины, которые никогда не принимали участие в скринине. Из наших 450-500 человек, которые заболевают жаком в шеехе и матки. Половина никогда не были на скринине. Это те женщины, которые раньше лечились благодаря своим предракам, прединвазивным изменениям. Мы знаем, что 30% из них дают рецидивы. И группа старших женщин год после 60-ти. Значит, так, если я это все пропущу, потому что время нету. Это тоже все. И вот я хочу сказать, как у нас это все начиналось. Значит, как мы начинали вводить анализ вируса папилломы человека в клиническую практику. Значит, сначала мы вводили это как триаж. Триаж, если вы помните, это французское слово, которое поверили в мировую бою, когда говорили о разделе раненых направо-налево, триажировали их. И вот триаж. Когда мы брали мазок, то и после этого, это была жидкостная цитология, ее делали, если там мы находили вот эти малые изменения, ноу-сим или ау-скус, мы их тогда анализировали вирус папилломы человека. И если они были положительные на вирус папилломы человека, то тогда мы их брали обратно в клинику. Но женщина приходила два раза. Сначала ее брали мазок, если в Москве были какие-то отклиния, мы ее брали обратно и брали анализ на вирус папиллом человека. Потом мы перешли к следующему методу, это так называемый рефлекс. Эту работу я опубликовалась в 2006 году в British Journal of Cancer и где мы показали, что не надо их нам брать обратно. Если мы берем жидкостную цитологию и мы находим там отклонение, берите баночку сразу в лаборатории, делайте анализ и если там есть вирус папиллом человека, тогда мы будем брать обратно. Так получилось, что 40% женщин нам больше не приходили, потому что они были ВПЧ негативные, им у нас делать нечего, они не разольют рак шейки матки без вируса папиллом человека. Вот работы из Америки так называемая отена стадия и вы видите здесь женщины, которые негативные в ВПЧ, у них риск развития вируса папиллом человека очень низкий. А если они положительные, на какой-то из типов у них этот риск 14, а если они позитивные, то вирус папиллом человек 16, у них это 30 32. Вот одна работа из моей группы, где мы тоже показали, что те женщины, которые были негативные, они в течение 5 лет, почти, что 4,5 года, риск у них был ноль, чтобы развить рак шейки матки, или же даже не рак шейки матки, а вот карсином а инсити, как мы синт 2 plus. И вот еще работа уже одного моего коллектива, юаркин дилер, где он показал, что если вы берете только цитологию, то это говорит, если она цитология негативная, то это говорит, в общем-то, ни о чем, не о чем, потому что мы знаем, что чувствительность цитологии она 50%, то есть это как бы бросить эту решку, 50 на 50, но если вы берете вирус папиллома человек, то уже мы видим здесь, что этот эффект держится 3 года, 36 месяцев, а если вы еще цитологии добавите вирус папиллома человеку, то эффект сохраняется до 4,5 лет, то есть эта женщина, если она негативная, негативная, то она в принципе у нее риск 4,5 года развития очень низких. Это перескакиваю все это, хочу немножко так, сделаю заключение, потому что я хочу сказать несколько слов про пиндер. И что какие я делаю здесь для вас заключения? Заключения такие, что вирус папиллома человека, скрининг с вирусом папиллома человека это более чувствительный для того, чтобы обнаружить вот эти син 2 плюс изменения, что их секситивитет или чувствительность она одинаково во всех возрастных группах и вот это вот период вот что вы разобьете какое-то изменение после того, как у вас взяли этот положительный гриппич тест намного длиннее, чем если у вас негативная цитология. То есть, что я хочу сказать, что если у нас сейчас скрининг каждые 3 года, то если мы перейдем на скрининг с вирусом папиллома человека, то мы его будем делать, наверное, каждые 5 лет или может быть каждые 4,5 года. И тоже было замечено, что если вот уже делается анализ на вирус папиллома человека, то в следующем, когда они уже приходят на следующий контроль, то в этой группе обнаруживается меньше ракошей и матрии. То есть, Швеция сейчас готовит программу для того, чтобы перейти на пример на изначальной скрининг с использованием вируса папилломы человека или ВПЧ вместо цитологии. Это уже есть рекомендации Европейского Союза, они немножко отличаются от шведского, но мы сейчас боремся, чтобы наши шведские рекомендации тоже были такие же, как Европа нам рекомендует. Вот как у нас в Швеции, вот это хочу, чтобы вы положили насечатку на свою. У нас вот жидкостная цитология, вот скрининг, если мы обнаруживаем вот этих хай сил, тут у нас все ясно. Эти женщины идут на кольпоскопию, диапсию, если мы обнаруживаем у них син 2 плюс, они идут на организацию, если у них обнаруживается син 1, они приходят через год на новый контроль. Если у них какие-то опять обнормальные анализы, тогда мы их посылаем на диагностическую сканизацию, если мы у них ничего не обнаруживаем, они идут обратно на стрим. Это группа легкая. Вот если у нас есть лоусил и аскус, если мы делаем на всех сейчас вирус папилловый человек. Если они негативные, мы их отправляем обратно на стрим. Их у нас делать нечего. Если они позитивные, мы делаем биопсию и биопсию и повторяем всю ту же схему, которая уже представлена. И хочу сказать несколько слов про метод самозабора. Есть много методов сломых. Это шведский метод. Мой руководитель моей диссертации это он его придумывал в то время, когда я сидела и писала свою диссертацию. И мы получили все эти девайсы. Как это все делается? Ирина Анатольевна показала прекрасный фильм. и как эта женщина. И естественно это очень важно рассказать женщине, что это, как это, дать ей информацию и сказать, что мы от нее ожидали. Собрать этот анализ очень легко. Конечно. Может лаборатория оставить? У них почта, у нас не взять на почту. И у нас лаборатория сдали дать прикосов от фал. сделаны прожекты и это показало, что много женщин очень хорошо принимают участие в этом методе самозаборы. Те, во-первых, какие-то дружбы. Это те, которые не приходят к гинекологу, не приходят в женскую консультацию, когда их называют на скрининг. Но они с удовольствием берут этот анализ сами. И мы это понимаем. И женщина вот у нас был один прожект, который мы провели в YouTube органах. И даже показалось, что более старшие женщины после 60-ти они прекрасно берут этот анализ и они принимают участие в этом самозаборе более эффективно даже, молодые игры. Это очень важно. Я вот так прорисовала немного и рассказала про пожилых женщин или женщин старших 60-ти. Мы не полу и знаем, как у них тяжело собрать этот мозг и как у них такие атрофические слизистые и приходит ответ результата мало. А для того, чтобы проанализировать вирус пилом 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 нам достаточно тысяч лет. есть это намного эффективно. И пилом который был сделан в Упсале он показал, что мы в три раза больше обнаруживали вот этих изменений высокого класса у пожилых женщин благодаря вирусу пилома человека и благодаря этому анализу самозабора. И вот что очень интересно что этот метод самозабора он такой же хорош и результаты такие же хорошие как и доктор как и результаты тех анализов когда доктор берет эти анализы на вирус пилом человеку это я еще более подробно об этом скажу если мне дадут возможность завтра в моей презентации про мою студию которую я сейчас провожу в Каролинском институте с методом самозабора но вот это очень важно и метод самозабора как я вижу это и многие со мной это будущее это будущее которое придет в скрин и вместо жидкостной цитологии метод самозабора он придет он скоро вытеснит это и я хочу еще раз сказать что вместо того чтобы сейчас вот если в России нету еще если еще цитологи как говорится это мы говорили да их надо обучать то вместо того чтобы обучать большое количество цитологов лучше сейчас все ресурсы может быть передвинуть на анализ на вирус папилового человека и концентрировать ресурсы на вот как раз на метод самозабора я говорю это как ученые как врач я не имею никаких интересов в этой компании никаких акций у меня в этой компании к сожалению не было вовремя не купила вот и вот хочу еще показать одна из моих аспирантов сделала работу где она просчитала она не врач она эконом и она сделала экономический как бы расчет и она показала что метод самозабора если эта женщина делает это дома конечно это принесет большие экономические освободит очень большие экономические ресурсы потому что стоит не то что лаборатория стоит денег сам этот девайс стоит денег денег стоит что это аренда помещения эта женщина должна выйти из дома сесть в машину приехать поставить машину на парковку и вот все вот это для москвы это очень актуально и это показывает что мы если мы используем метод самозабора мы конечно же сэкономим огромные ресурсы это я пытаюсь доказать сейчас и швейнскому правительству и вот я говорю об этом вам я глубоко в это верю и я надеюсь что устали просто просто устали это будущее я надеюсь что не буду жить и видеть результат этого будущего ну и вот так что по-русски несколько слов что конечно вот программа распространила сократила распространение сражения матки на 50-60% и несмотря на все эти усилия еще раз у нас встречается отсутствие скрининг программ это одна причина и конечно то что скрининг у всех отхватывает женщин и что цитология конечно как я говорила не дает всегда ответ на все вопросы и тут я даже не упожидала рак железистого эпителия это совершенно отдельная статья и конечно вирус папиллома человека ТС является наиболее эффективным чем существующая система скрининга и конечно если мы это сможем осуществить с вами то мы конечно в целом очень большое развитие здоровья женщины матери и так далее и хочу закончить поблагодарить всех моих сотрудников моих аспирантов постдоков это не все здесь некоторые которые были наиболее активны и внесли вот свой вклад в мою работу в течение более 20 лет в Королевском институте и вот я надеюсь что работа которую мы завтра я вам представлю тоже может быть так что это спасибо 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 спасибо